Здравствуйте друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня 26 марта 2019 года. Многие собираются в отпуск заранее. Хотелось бы напомнить о курортном сборе 2019. Курортный сбор в 2019 году. Лето, это то время года, которого каждый из нас ожидает с большим нетерпением, ведь это превосходная возможность не просто отдохнуть, забыть о рабочих моментах, но и отправиться к теплому муру, понежиться на нагретых камушках, или просто уехать в небольшое путешествие по бескрайним просторам нашей страны, открывая для себя много уникальных мест. Иными словами, лето, это хорошая возможность зарядиться необходимым зарядом сил, энергии и бодрости. Но многих отдыхающих и тех, кто собрался в путешествие волнует нововведение, то есть курортный сбор в 2019 году, а если говорить точнее то, сумма, которую он будет составлять. Давайте постараемся разобраться во всех тонкостях и нюансах в этом вопросе, а их немало. Пока не смогли решить, как будут брать курортный сбор с дикарей, и оставили этот вопрос открытым. Нововведение будет касаться в первую очередь тех туристов, которые останавливаются в гостиницах и отелях. Если внимательно рассмотреть законопроект, то согласно СП, 4СТ, 5 закона номер 214Ф3 максимальная сумма платежа не должна превышать уровня в 100 рублях, но стоит заметить, что в каждом отдельно взятом регионе и крае устанавливается своя сумма и тариф, поэтому по всей территории страны взносы будут не одинаковы. К примеру, Краснодарский край составит 10 рублей в сутки за проживание совершеннолетнего гражданина. По имеющимся статистическим данным, в этом регионе отмечаются самые низкие коэффициенты платежа. Сравните, Крым 10 рублей в период с мая по сентябрь, а все остальное время 0 рублей, Алтай 30 рублей, Ставропольский край 30 рублей. Важные моменты. Отправляясь в путешествия в регионы, в которых установлены курортные сборы, стоит помнить об одной очень важной особенности, заключающейся в том, что есть категория граждан, которые освобождаются от ее уплаты. Кто же в нее входит согласно существующего законопроекта? Лица работающие, проживающие или имеющие собственность на территории, где установлен налог на отпуск. Граждане, отдыхающие дикарями, то есть не останавливающиеся в отелях, гостиницах и иных местах проживания туристов. Герои СССР, РФ, полные кавалеры Ордена Славы. Герои СОЦ труда. Труда или награжденные Орденом Трудовой Славы Третьих Степеней. Участники ВОВ, блокадники, инвалиды войны и участники боевых действий. Инвалиды первых двух групп инвалидности и лица, их сопровождающие. Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в месте их проживания. Туберкулезные больные. Иные категории граждан, поименованные в П.1СТ.7 закона номер 214 ФЗ. При этом здесь следует помнить, что отдельные категории льготников могут быть установлены непосредственно отдельными правовыми актами. К примеру, если вы прибыли на лечение в рамках программы медицинского или социального страхования. Такая категория льготы распространяется и действует только в Крыму и Алтае. Кто будет собирать? Еще одним немаловажным и интересным является вопрос, касающийся того, кто же будет собирать данный сбор и в каком порядке будет осуществляться данный процесс. Правительство РФ поручило сбор денег с отдыхающих всем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, оказывающим гостиничные и другие услуги по размещению отдыхающих на временное проживание, так называемых операторов. Под размещением также подразумевается сдача в аренду квартир, домов или комнат. То есть все жители экспериментальной территории обязаны собирать деньги с отдыхающих, которые у них размещаются. Это, пожалуй, основные моменты, о которых следует знать и помнить, отправляясь на отдых, начиная уже с этого года. Курортный сбор в других странах. Внесение оплаты за использование туристической инфраструктуры давно вошло в стандартную практику отдыха на иностранных курортах. Эта ситуация совершенно типична для большинства туристических стран. Например, курортный налог во Франции составляет от 0,9 до 3 евро в день. Проект по сбору средств на развитие курортной отрасли будет осуществляться в порядке эксперимента на протяжении 4 лет. Приоритетная задача этого проекта – целевое использование средств в пределах тех муниципалитетов, где они были собраны. Оправдаются ли возложенные на эту программу надежды, станет известно уже довольно скоро. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ